Не лучше. Абсолютно нормально. Лучше, конечно, лучше. Ну вот, слава Богу. Слава Богу. Так, вы о чем с Игорем-то говорили? Игнатьевич, ну я вот о чем? В основном он говорил, понимаете, но он не объяснил, как ситуация. Значит, он говорит то, что он человек-то горящий, конечно, но ему надо постоянно его подталкивать, вот. То есть давать, как говорится, ему потенциал движения. Я там немножко, если бы дал там кое-какие советы, и он говорит, да, я вот, говорит, немного сейчас, как говорится, поупал мой пыл, поставил, а сейчас я вот, говорит, сам, я, говорит, начну. Вот дайте мне, я буду, не надо идти, мне лезть, куда я. Он говорит, я сам буду заниматься, я теперь понял, что надо делать. Вот он, ну то есть я клоню к чему. У вас, видите, на сайте у вас ссылки нужно обязательно скачивать. Вот, то есть невозможно их, допустим, раз включил и сразу слушать. Вот ее надо сначала скачать, а потом только уже прослушивать. Вот, а людям так неудобно. Человеку нужно, чтобы он зашел на сайт и сразу нажал на кнопку и сразу слушал. Понимаете как? Вот, вот, ну нужно сейчас делать вот это вот первое условие. Это возможно. Ну, работа нужна, но опять же, вот человек тоже немощный, он у него, и там, и грыжа спинальная, и, ну, болящий тоже такой. И времени нет у него особо свободного заниматься. Ну, он сказал, я буду заниматься. Вот, а я параллельно с ним, я буду создавать уже свою площадку. То есть буду уже выставлять вашу, как говорится, ваши вот эти все материалы, буду уже создавать на своей площадке. То есть параллельно будем мы идти. Вот, понимаете как? Я хотел сказать, вот как там что будет, тут в этом деле-то я не разбираюсь совсем, но, чтобы адрес наш тот сохранился. К истине один народ РУ, потому что это во всех книгах, во всех печатях, везде этот адрес. Его никак не менять. Или с каким-то перекладным, но чтобы он оставался во главе. Ну, как сказать, тут сейчас не то, что адрес, тут важно слово ваше, чтобы, как говорится, народ обнимал это слово. То есть слушал вот эти вот начитки ваши и Святого Писания, и Святых Отцов, и вот беседы ваши там, и по радио корреспонденты там общаются с вами. Вот это вот важно, вот это, чтобы человек вот слушал. Вот, а, как говорится, адреса, ну, по возможности, да, вот к истине нужно сохранять адрес этот. Он как-то говорил, что что-то там с сервером, а мы когда-то были, сервер назывался Барнаул, и его потом внезапно прикрыли. И мы заново все создавали. Сегодня они говорят, будто бы к Яндексу прилепляют, но я уже прочитал, что этот народ, что там сервер-то, а они говорят, у вас ничего не пропадает, просто там это необходимо, и... Но я понял, что вреда не будет, если мы правильно-то сориентируемся. Я думаю, Господь управит, вот, ну, не знаю, опять же, в моем мнении по поводу этого народа, вот они, они, знаете, как действуют, тоже лугавые, они действуют, вот, они дают сначала сайту развиться, то есть сайт, как говорится, минимальные хоть какие-то положения обретает в интернете, вот, начинают его люди просматривать, и они туда бабах и свою рекламу вставляют. То есть это их пространство, и они могут свободно ставить рекламу, которую, как мы хотят, независимо от того, согласны вы или нет, понимаете как. Вот, а это о чем говорит? Вот я в прошлый раз общаюсь, я говорю, вот, что вы свою землю завели, да, вы там можете сажать все, что угодно, а если вы на соседской земле, вот, то есть там, качуете, то уже это нужно, сосед вам позволит посадить или не позволит. Ну, поэтому надо завести свое интернет-пространство и уже там делать что хочешь, чтобы там уже вам никто не мешал, не влазил туда со своими уставами. Да я думаю, это невозможно. А какие тут уставы? Я, например, в этом не вижу ничего. Реклама, она есть, я только ткнул, она улетела, и больше ее нету. Ну, люди не понимают, дело в том, что не понимают люди, что это, они думают, что это вы выставили, понимаете? Да, ну, что-то я, с чего ради, тут видно другая тематика, совершенно другое. Ну, тематика другая, человек не понимает этого, он уже, он уже чисто психологически, он видит вот, вот там Хэллоуин, там рожа страшная такая вылезла, он уже автоматически раз его ушел с этого сайта, ему, он не будет дальше смотреть, что там за информация на сайте, и у него морда, вот это страшное, его оттолкнет просто, понимаете как? Да я-то это понимаю, но ради кого, кто так понимает один-то, не надо никаких конструктивных перемен там этих дел, а нам другом надо, чтобы было известно. А вот это, если мы сейчас начнем склонять больше, чтобы не было рекламы, это явно дело, что под ноги нам такую рюху они кинут. Думаю, что эту сторону даже трогать не надо. Самое главное то, как это сделать, чтобы люди знали, знали, что есть. А выбор за ним. Я вот все равно, я не отступаю от этого дела, потому что я, если задумываю, я стараюсь до конца идти в Божьей помощь, насколько Господь позволяет. Я вот буду параллельно с вашим сайтом, я буду всю информацию, я своего ничего не буду там добавлять, вот, а создам такой же сайт точно, как ваш, понимаете как? Вот, то есть, все, и буду, как говорится, во всем советоваться с Игорем, то есть, идентичный вот просто... Это здорово было бы, но когда вначале мы начинали делать, мы сильно опасались за сохранность нашего сайта. Я сделал запрос туда, в Тайвань, в разные такие места, в Америку, Южную, параллельно создать несколько сайтов. Один был создан сразу, американцы взяли его сами там оплачивать, у них там как-то это за это надо платить-то и дело. Но его надо пополнять было тем, что у нас появлялось. Теперь наш сайт абсолютно неподвижный. В нем заправлено столько, что это громадные склады. А с него ссылка на форум, а форум у нас постоянно пополняется, постоянно. Я вот сегодня минимум 10 роликов только загнал. Притом никаких, а чужих, мы мало таких перетаскиваем. Именно наши, о работе, о беседах. И вот на форуме сейчас, если у вас есть возможность, посмотрите, там на первой странице, первые строки, мне перекидывают вопросы с контакта, с других систем. И я отвечаю. Так там, у меня приходит человека два или три, а тут только начали, через неделю уже тысячи. Ну это же большая разница. Это важно, а вот форум очень важный. Я поэтому, я вот на своем уже сайте, вот же, где я.ру, и вот на том сайте, который буду создавать, я тоже буду активно рекламировать форум, чтобы люди, как говорится, видели рекламу, это и переходили, интересовались форумом. Вот надо активно рекламировать его. Так, вот какое дело по форуму. Форум, он имеет возможность создавать копию, резервная копия называется. Мы можем ее снять сегодня, и вы завтра можете у себя ее сделать, ну, как говорят, под копирку. А остальное сделать так, чтобы то, что я делаю, тут как-то добавлялось туда. И чтобы вопросы, ответы я сразу мог получать. Это было бы здорово, конечно. Вот в этом направлении надо идти. Так, а вот, если что-то, кстати, не знакомо, то мне надо было с Юлей поговорить на эту тему, да, по форуму. Как это возможно сделать его копию? Резервную копию сделают. Это у нас, ну, все указано, как делать. Ее сделают, ее сделать и прислать. Она потянет не больше гигабайта. Мы это обдумываем как. Я первые месяца делал каждый месяц отдельную копию. Ну, а когда уже месяца два пройдет, предыдущую я уничтожал. Я сейчас сказал, ну, который меня ведет, программист, я говорю, ты ее сделай. А то я дохожу до последней точки, а потом не могу ее развернуть. Там, допустим, если операции 50, к примеру сказать, то я последнюю, единственную операцию не могу никак сделать. Уже все, уже скопирует. Он приходит, ее берет, готово, там что-то сделает. А на моем компьютере она не делается. Компьютеры делают, видимо. Ну, вот если это направление пойдет и будет сделано, ну, тогда действительно, дальше вы можете там что хотите делать без этого. Ну, свой, кажется, пароль и все, заходи и делай. Нет, нет, пароль спокойно. Иван Данцов, и мы заходили тут. Ну, да. Да, конечно. Скрывать нечего абсолютно. Тут все будет отчисто и прозрачно. Да. В него уже ничего, ни с какой стороны, чтобы никто не вставлял, а именно доступ был. А вот остальное все оформлять-то, ну, не внутреннее содержание. А то у меня один тут близкий, знакомый, ну, маленько помогал. А можно я свою рекламу туда поставлю к вам? Я говорю, а чего ради-то? Во свете Библии. Ты вот под эту строку подгони сначала, открытым оком, чтобы было. У нас название такое его. Во свете Библии. А у тебя реклама, реклама своего производства. Ну, никакого отношения к нам не имеет. Тем более у нас в уставе написано, рекламу не давать. Нет, ну, у вас на сайте есть раздел «Ссылки». Вот это полезно для развития сайта, допустим, обмениваться ссылками с такими, с другими ресурсами, то есть похожими ресурсами. Это полезно делать. Да, да. Ну, это для этого существует определенная страница, определенная вот, не то, что там на каждой странице поставить свою рекламу там, ну, а вот на определенной странице вот эти ссылки, вот, полезно ставить, конечно. Что от меня нужно? Да ничего не нужно. Так, теперь относительно резервной копии, что она будет сделана, это однозначно. Как ее переслать, подумать надо? А в этом нет проблем никаких. Это по интернете сейчас легко делается. В Mail.ru там до двух, кажется, гигабайт можно посылать. Ну, это не Mail.ru сейчас существует Яндекс.Диски. Да, ну, это пространство такое выделяется. Человеку пространство... Я скажу тогда, Юля это сделает. Дело в том, что на Игоря я сильно-то не надеюсь. Он то болеет, то что. Он вот в воскресенье было присел около скамейки, там встать не может. У него серьезное защемление. Я этим болел, я знаю. Меня на руках, говорится, вынесли и в коляске катали. У меня раздавлено там это, межпозвоночное. Я, как говорится, тоже с этим соприкасался. Я и людей, знаю, таких. Это, возможно, конечно, с этим тоже шутить нельзя. Это будешь идти просто. Вот так, ну, не подпустятся. Упадешь на ровном месте и будешь лежать. И этому тоже нужно уделять и время, и внимания. Вот Господь дал врач. Так, вам то, что вы занимаетесь там написанием икон, это никак не помешает? Нет, мы не будем никак совершенно соприкасаться. Это будет отдельная тема. Вы живете прямо внутри города Воронежа? Да. А с кем живешь-то? С родителями. А сколько лет родителям? Ну, матушке вот 60 исполнилось. 60. А они верующие? Ну, матушку так, ну как-то. Ну, верующие, конечно, не горят особо. Я что спрашиваю, Сергей, не ради праздного любопытства. У меня есть желание прислать вам книжек несколько. Новый Завет с полным толкованием, с откровением. Вещь чудеснейшая. Этот мой трехтомик украшает библиотеку президента и премьер-министра страны. Я, тихо, думаю, послать трехтомик к вам и к истинному православию. И для слова Божия нет уз. Ну, получается, пять книг. Ну, спасибо, Господи. Да, это мы постараемся сделать, если там еще что-то будет. Какой-то хоть немножко вам может шаг сделать. А кто будет приходить, они очень красочно оформлены и легко считаются. Для ваших гостей, которые придут, это будет очень сильное занятие, чтобы они полистали и увидели. Я, да, у меня есть такие люди, которым полезно думаю, почитать. А особенно маленькая внучка тут или кто тут бегает, ей показать, как. Она будет картинки-то рассматривать. Густаво Дорен, трехтомник, 240 иллюстраций цветных. Это мы раскрасим. Да, интересно. Посмотреть. Все, договорились. Так, я не нужен больше? Сейчас выключаю и сразу мне адрес кинь. Добро. С Богом. Да, на встречу. С Богом. Благословенный. Я сегодня днем как-то там стоял, обедал и его вспоминал. Думаю, я сижу, засижусь в другой раз и сдавливает там и мощевой пузырь и все. И неудобство такое я испытываю, когда долго сижу. А сижу-то, а он лежит. Я сразу ободрился. Он лежит, а я хожу. Да как я могу? Все. Он воодушевляет. Я даже вообразить не могу, как бы я лежал. Невероятная вещь. Так что, видишь, он-то думает, может быть, я не знаю, как он думает еще. Может думать, что мы ему там что-то. На самом деле он для нас дает. Я это умею ценить. Для меня это близко. Спасибо, Господи. Видно, что он уже ланный. Вот так. Вот так. Продолжение следует...